Итак, уважаемые друзья, на корте номер 3 встречается Педро Кабахо с Санчесом на подаче, но пока что у него не клеится, немного допускает ошибок. Эйс в исполнении Педро Кабахо. На приеме Марио Манзилла Диес. Марио Манзилла Диес. Время 11 часов 20 минут. Мяч такое ощущение, что пролетел сквозь сетку. Четко отработал прием. Марио взял подачу Педро Кабахо с Санчесом и повел 1-0 в сете номер 1. Итак, уважаемые друзья, еще раз вам напоминаю, что это турнир второй категории ТЕ, возрастная категория юноши 14 лет и моложе. Турнир в Аликанте, но на самом деле это не Аликанте, это городок Бенедорм. Значит, на территории колледжа Лопе де Вега 4 корта Харт на воздухе. Мы с вами смотрим корт номер 3. А, вот, мы смотрим корт номер 3. На котором Марио Манзилла Диес сейчас будет подавать в сете номер 1. Интересная техника у юноши. Он заявлен, опять же, ну как на мой вкус, менее атлетично подготовлен. Он, видно, в его технике пытается прыгнуть через силу, подать какую-то неинтересную подачу. Но пока что у меня она не понравится. Резаная, резаную подачу подает. Но мы пока что оставим ребят. Начало сета. Посмотрим. У нас сет номер 2. Сет номер 2. Время 1 часов 22 минуты. На четвертом корте начинается сет номер 2. Джайми Зарагоса подает. 15-0 такое ощущение. Хороший такой запас у парня по физике. Ну, посмотрите, какая масса. 2-0 дает. По 15-0 дает. Интересно. Расслабится он или нет. Расслабится он или нет. Мяч в линию в верхней точке на силу правильно. А третья минута. Вот как что в один удар играть продолжает. Педро Кабаха Санчо сет номер 2-0 дает. Марио Манси. Он походу будет решать наугородочный удар. Два игрока встречаются совершенно с разной философией. Второй раз уже мяч пролетает сквозь сетку. Один раз это было на приеме. Не успевает. Не успевает. Педро Кабаха фиксирует аут на корте номер 3. Но спорная история. Соперник спокойно продолжает играть. Марио Манси играет низко на тросом. Плотными мячами низко на тросом. Что сразу дает ему преимущество. Сразу дает ему преимущество по скорости. Не дает время Педро Кабаха отработать прием. Двойную дает Педро Кабаха. И ноль. Такое ощущение, что ноль тридцать. Или пятнадцать. Снадцать тридцать скорее счет. Не хватает атлетизма. Не хватает атлетизма. Алехандро Терезоне. Не хватает атлетизма. В это время Марио проводит очередную комбинацию плотными ударами низко над тросом. Именно низко над тросом. Плотными ударами он заставляет Педро Кабаха ошибиться. Разрывает его по ширине на задней линии. Ноль один. Четко отработал ногами Джайми Зарагоса. Вот что значит физика. Спокойно дошел на мяча. Выбросил высокую свечку. И уже Алехандро Терезоне не справился. Атлетизм. Атлетизм. Атлетизм в теннисе. Вот вам ярчайший пример. Педро Кабаха берет подачу. В общем такая интересная история. Не справляется Алехандро. С ничем уже из-под порта. Это чисто атлетизм. Чисто атлетизм. Технически да. Может быть по медленному мячу он как-то еще играет. Может разложить. Но на скорости чисто не хватает у него времени. В один удар с приема Джайми Зарагоса вкладет мяч по месту. Спокойно по месту. И повел 2-0. 2-0 повел. На корте номер 3. Марио Манзилла Диес. Ведет пока что 2-1. Но произошло такое знаковое событие. Потому что Педро Кабаха Санчес взял свою подачу. И в принципе заявил о том, что он собирается сдаваться. Если у нас учет ввода дизма. Если у нас учет ввод дизма. Не справляется Алехандро Таризония. Марио Манзилла щетка. Алехандро Таризония более-менее спокойно положил своим плосковатым ударом с короткого в угол. И потом как-то развил атаку. Тридцать-пятнадцать. Какая мощь у парня все-таки заключена в его мышцах. Решил ускориться Джайм Зарагоса. Но не успел. Все-таки со стартовой скоростью у него не очень. Двигается, но мышцы не скоростные, достаточно мягкие. С ним надо играть быстро. Против него надо играть быстро. Не давать ему возможности спокойно, медленно подходить к мячу. Потому что дашь подойти к мячу тоже начнешь получать. Зря бросает у короче лимитар. И отдает свою подачу. Алехандро Таризония возвращает, делает обратный брейк. И пока что уступает во втором сете со счетом один-два. Ну пока перейдем на корт номер три. Педро Кабаха Санчес подает. Под лево садится и Марио Монзила. И в общем-то добивается ошибки. Очень интересная история. Не проходит первый мяч. Проходит первая. Вернее, проходит вторая. По пятнадцати. По пятнадцати или что-то около того. Четкая первая подача. Четкая. Четкая первая подача. Атака с короткого мяча. Не идет вперед. Не идет вперед. Не хватает от литизма пойти у Педро Кабаха Санчеса вперед. С такого мяча он обязан был. Он просто обязан с такого мяча атаковать. И вот уже. Не проходит первый мяч. С отскоком мощно задевает. Погнал «четка». Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что у нас тут происходит две подачи на вылет непонятно что происходит что будет как бы мяч вот попадал вот-вот-вот ошибочки пошли посыпались ошибочки посыпались ошибочки что у нас со счетом уже преимущество втором цепи вот он уже ведет со счетом 3-2 вот вам и вся история друзья и начинает сбываться уже мой прогноз который был в начале матча что начинают сыпаться ошибки у Джайми Зарагосы и если он и дальше так будет играть то так будет ошибаться в это время и так александро хоризоны ведет со счетом 3-2 во втором сете а у нас здесь мы вернемся на посмотрим что творится на корте номер Педро Кабаха Санчес выполняет очередную подачу что у нас происходит со счетом а Педро Кабаха пока что уступает в первом сете со счетом 3-4 еще эти 3-2 плосковато спокойненько подал вот и все 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 нашел игру кладет мячи по месту и Джайми Зарагосов не справляется технически что меч там уходил в аут но на растяжках ну правильно все делает александро Торизоне правильно делает нужно давать возможность подвигаться сопернику чтобы он просел александро Педро Кабаха Санчес пока что демонстрирует очень качественную игру вот и вся игра александро Торизоне нашел свою игру все под сеточку и уже все нормально игра начинает катиться совершенно в другую сторону резачок в одну резачок в другую и ошибка вкладывается жестко в мяч резаным ударом заставляет работать по всей площадке хорошо играл все правильно делал но заигрался интересный пенис друзья мы с вами наблюдаем силовик явно выраженный силовик против диаметрально противоположного такого воздушного кинесиста и и Ааааа!